Здравствуйте! Мы продолжаем наш курс лекций под названием «Мелиорация почв» – один из основных курсов на нашем факультете. Мы продолжаем и, как уже по традиции сложилось, вспоминаем то, что у нас было в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами говорили о работе ДРЕН, говорили о различных формулах расчета междренных расстояний и глубины залегания ДРЕН. На данном слайде показано две ДРЕНы, и это уровень грунтовых вод. Здесь не зря приведены английские названия всех терминов, которые встречаются при расчетах междренных расстояний, при расчетах ДРЕНажа. Дело в том, что вы будете на практических занятиях сами рассчитывать междренные расстояния, понижение уровня грунтовых вод с помощью горизонтального ДРЕНажа, как совершенных ДРЕН, так и несовершенных. Программа эта написана на английском языке, поэтому на данном слайде обратите внимание названия англоязычные. Мы будем говорить и российские названия, и англоязычные упоминать. Итак, две ДРЕНы. ДРЕНа, так она и будет ДРЕНа. И около ДРЕНы формируется так называемый радиус смоченности. Это wet perimeter на англоязычном термин. И эти ДРЕНы, как вы видите, они лежат в пространстве до водоупора, до непроницаемого слова. Imperious layer. Imperious layer – это непроницаемый слой, сквозь который вода вода фильтруется чрезвычайно медленно, где коэффициент фильтрации меньше пяти сантиметров в сутки. Значит, это заложение ДРЕНы, bottom of the drain, и междренное расстояние, то есть вот это расстояние между ДРЕНами. ДРЕН спейсинг. Между ДРЕН формируется так называемая депрессионная кривая. Вы видите, что она, эта кривая, имеет максимум, а вот это расстояние от поверхности почвы до вершины депрессионной кривой – это и есть то количество воды, которое мы сбрасываем из почвенной толщи. Значит, депрессионная кривая – это есть depression curve, и эта депрессионная кривая описывается так называемой стрелой прогиба. Для всех этих составляющих междренного расстояния, для депрессионной кривой, междренного расстояния и глубины закладки ДРЕНа, вот этой вот глубины, существуют различные формулы, в которые входят, безусловно, входят почвенные параметры. Одна из основных формул в мире – это формула Хоггаута. Формула Хоггаута – это она здесь и приведена. Хотя это русскоязычная транскрипция Хоггаут, скорее всего, все-таки фамилия его Хугут. Видите, вот здесь написано «Суджмен Барент Хугут» – его годы жизни. Этого голландца, который работал в Соединенных Штатах, оттуда и странное произношение его фамилии Хуггаут, хотя по транскрипции Хугут. Формула Хуггаута – междренное расстояние, как вы видите, прямо пропорционально коэффициенту фильтрации выше лежащей толщи над ДРЕНами, и коэффициент фильтрации 2 – ниже лежащей толщи под ДРЕНой. Вот здесь очень важно, что формула состоит из двух слагаемых. Первая слагаемая описывает поток в ДРЕНу выше лежащей, то есть для ДРЕНы несовершенный поток влаги. А вот вторая слагаемая описывает поток ДРЕНы, если она имеет совершенный вид, то есть лежит на непроницаемом, наем, переразлея. Здесь приведены все слагаемые, их расшифровка, и как происходят эти расчеты. Самое сложное – найти величину С, количество воды, которая отводится с данного участка. Это практически величина, близкая к гидромодулю. Вспоминаем, что такое гидромодуль. Гидромодуль – это количество воды с единицы площади в единицу времени. Это формула Хоггаута, которая имеет применение как для совершенных, так и несовершенных ДРЕН. Это ее уникальная способность, эта формула, и поэтому эта формула так широко распространена в мире. Есть и другие формулы, которые распространены в нашей отечественной мелиорации, которые были предложены, эти формулы, во-первых, Костяковым. Вот оно, уравнение Костякова. Сюда тоже входит, как вы видите, коэффициент фильтрации. И уравнение Аверьянова, куда входит вот эта величина С, это величина водоотдачи. Тоже характерная почвенная величина, очень часто используемая в мелиорации, с которой вы наверняка знакомы, так как есть задачи в практикуме, где вы должны рассчитывать водоотдачу и коэффициент водоотдачи. Итак, общие физические показатели, мы же сразу с вами договорились, что физика почв и мелиорация почв, как теория и практика, так общие теоретические физические показатели приведены на этом слайде. Основной параметр, конечно, остается коэффициент фильтрации, способность почвы проводить насыщенный поток влаги. Коэффициент фильтрации, размерность сантиметра в сутки. В мелиорации иногда используется размерность метры в сутки, метры водного слоя. Второй общий физический параметр – это формодепрессионной кривой, которая имеет максимум в середине междренного расстояния. У хугаута, формула хугаута, о которой мы только что с вами говорили, применима как для совершенных дрен, так и для несовершенных дрен. Совершенная дрена – та, которая лежит, дно которой находится на непроницаемом слое. В формулах Костякова и Аверьянова есть так называемые коэффициенты водоотдачи, мы о них только что говорили, и коэффициент стока. Коэффициент стока – это количество воды, которое представляет собой отношение между количеством поступивших осадков и количеством стекающей с данной территории влаги. И, наконец, формула Аверьянова. Вот вы видите, формула Аверьянова имеет параметр времени. То есть она применима для того, чтобы рассчитывать время активного действия дрен. Это очень важно для миллиараторов, потому что если выпадут осадки, нам надо знать, когда же активно заработают дрены, когда же дрены осушат наше поле, так, чтобы на поле можно было въехать, так, чтобы на поле можно было проводить агротехнические и другие виды работ. В формулах Аверьянова как раз и рассчитывается время сработки излишнего количества влаги, время работы дрены, приводящей наши почвы к аэрированному состоянию, и тогда, когда на данном поле можно проводить работы. А мы идем дальше. И говорили в прошлый раз о торфяных почвах. Говорили именно с миоративной точки зрения. Не уделяли внимания особенности торфа как специфического продукта для эксплуатационной деятельности, для нашей топливной промышленности и так далее. Только для миллиарации. И говорили о том, что торфяные почвы, торфяные ландшафты распространены прежде всего в Полесьях. Это территории, которые образовались после действия ледника, за счет застоя последниковых флюоглициальных вод, на которых на этих Полесьях образовались застойные болота с древесной и торфяной растительностью, которая со временем и формировала отложения торфа. Здесь приведены примерные территории Верхневолжского Полесья, в котором мы с вами и живем, и Московская область частично относится к Верхневолжскому Полесью, а частично к Окско-Мещерскому Полесью. Вот видите, цифра 4. Окско-Мещерское Полесье. То есть Полесьей в действительности очень много. И вот здесь вот, видите, приведено их как минимум 6. Это Припятская, Нерусская, Деснянская, Верхневолжская, 3. 4. Окско-Мещерская, Ветлурская и Гацко-Камская Полесья. Полесьей много. Территорий, которые были заболочены, сейчас покрыты древесными культурами, в основном сосновыми насаждениями. Осушение торфяных болот. Здесь надо быть очень внимательным, потому что, мы в прошлый раз об этом говорили, нередко торфяные болота подвержены явлению переосушения, переосушки. А для торфов это очень и очень опасное, можно сказать, катастрофическое явление. Если торфа осушить, более того, переосушить, то за счет ветровой деятельности торф, как очень легкий несвязный продукт, будет вынесен за пределы. Мы лишимся торфяных массивов. Это так называемая ветровая эрозия, приводящая к тому, что часть торфа мы теряем, часть торфяных отложений. Так и случилось в середине века в Белоруссии, когда торфяная толща, вот видите, первоначальная торфяная толща, это начальное положение уровня грунтовых вод. Эта торфяная толща была осушена глубоким самотечным осушением. Вы видите дрены в виде канала, которые достигали нижней части торфяной толщи. За счет того, что уровень был понижен, вот эта торфяная толща быстро просохла и оголилась даже песчаная, песчано-графинная подложка, на которой торфы лежали. А сам торф, вот этот вот толстый слой торфа, был вынесен ветром. Образовались бесплодные территории, возобновления которых потребуют еще долгие и долгие годы и специальные как милиаративные, так и агротехнические мероприятия. Таким образом, очень важно, что торфяная толща не следует осушать глубоким самотечным осушением, глубокими дренами, только дренами, которые сформированы внутри почвенно, то есть внутри почвенными дренами закрытого типа в виде трубчатого или гончарного дренажа. В этом случае переосушки торфа не будет, и более того, на современных системах применяется метод двойного регулирования, когда дрена может действовать как действительно водоток, избытка воды в почвенной толще, и как внутрипочвенный ороситель, когда мы перекрываем водоток из дрены, и из дрены часть воды поступает в корне обитаемую толщу. Это современное культурное отношение к чрезвычайно плодородной и очень чувствительной торфяной толще. Таким образом, для торфяных почв, для торфяных массивов системы двойного регулирования должны быть применены в ближайшее время, и в большинстве районов во многих полесьях именно системы двойного регулирования используются в настоящее время. И я в конце прошлой лекции предложил вам вместе проехаться по Яхромской долине. Обычно говорят «Яхромская пойма», что не совсем точно. Вы знаете, что Яхромская долина расположена недалеко от города Дмитров. Это буквально 60 с небольшим километров от Москвы по дороге на Дмитров. Если вы едете по этой дороге, слева и справа от вас территория Яхромской долины, которая очень и очень плодородная, два места – Яхромская долина и Окская пойма – всегда снабжали всю Москву, практически все население Москвы, особенно в прежние времена, овощами и другими сельхозпродуктами. Настолько плодородны эти места, что сельхозпродуктов хватало на весь год, весь год жизни такого большого города, как Москва и область. Итак, Яхромская долина, которая относится к верхнему Волжскому полесью. Вот вы видите, мы с вами едем по дороге на Дмитров. И слева от нас, от дороги, мы видим такие поля, которые представляют собой торфяные отложения верхневолжского торфяного массива. Это отдельные поля. И вот здесь, как вы видите, находятся коллекторы. Вот это зеленые пятна – это коллекторы, которые собирают дренажную воду и отводят ее сюда, вот магистральный канал. Это внутрипочвенный дренаж для Яхромской долины. Магистральный канал расположен вот здесь и сбрасывает воду в саму реку Яхруму. Но долина, есть долина – это понижение. Выше этого понижения, выше Яхромской долины расположен водораздел, отгороженный от самой долины Нагорным каналом. Отгороженный для того, чтобы поверхностные воды в случае снеготаяния или проливных дождей не поступали сюда, в долину, и не повышали уровень грунтовых вод, не повышали влажность вот этой территории, чрезвычайно плодородной, производящей многие сельхозкультуры, прежде всего овощи, капуста, морковь и другие овощные культуры. И основные элементы мы уже видим здесь на Яхромской долине в виде Нагорного канала, в виде отдельных дрян, коллектора и магистрального канала, который коллектора сбрасывают в воду. Дело это было весной, это фото весенние, вы видите, что некоторые участки поля с не совсем удачной работой дрян, это переувлажненные участки. Видимо, в этих участках дрян работают не так, как им положено, но миллиораторы следят, отмечают эти условия и, естественно, следят за работой дрян. Итак, мы ехали вот по этой дороге на схеме. Это вот дренажная система и на водоразделе находится тот самый Нагорный канал, перехватывающий воду. Он называется Левый Нагорный канал, потому что и с другой стороны этой долины, где протекает река Яхрома, вот этой синей волнистой линии. Тоже есть возвышенность и там тоже устроен Нагорный перехватывающий канал для того, чтобы перехватить воду поверхностного стока. Этот снимок Яхромской долины сделан как раз с водораздела, о котором мы только что говорили. Мы стоим на водоразделе, и перед нами эта Яхромская долина с так называемыми торфоземами. Причем торфа здесь совершенно разная по ботаническому составу. Так уж сложилось, что это уникальное место, по сути, заповедник торфяных почв торфоземов. Здесь есть и древесная, древесно-осоковая торфа, березовая, еловая, гипновая, редкая, довольно, торфа. Все эти торфа здесь представлены, все они чрезвычайно плодородны, и, конечно, вся долина Яхромская является миоративным сооружением, работающим с помощью как нагорных, так и ловчих каналов, с помощью дрян, коллекторов, магистральных коллекторов и сбора воды уже вот в те коллектора, которые идут, магистрального канала, которые идут здесь, вроде дороги, вдоль дороги. Сейчас мы увидим, как работают эти магистральные каналы. Вот он, магистральный канал, вид сбоку. А это те самые осушаемые массивы Яхромской долины. Вот один из узловых пунктов магистрального канала. Вот это магистральный канал, водичка течет сюда, через трубу под трассой, и сбрасывается в Яхрому. А это выход одного из коллекторов с данного поля. Вы видите водоток, выход коллектора в магистральный канал, который отводит основные массивы воды с данного орошаемого массива. Все это вы можете увидеть своими глазами, опять-таки, проехав всего 60 с небольшим километров от Москвы по направлению к городу Дмитрово. Все это открыто, все это работает, все это дает продукцию для жителей Москвы и Московской области. Здесь надо сказать, что не всегда болото – это плохо. Кратко останавливаюсь на том, как используется сейчас болото для жизненно важных позиций, для жизненно важных разделов в нашей повседневной жизни, в жизни всего мира. Когда-то я был удивлен на одной из конференций, это была такая международная конференция, удивлен выступлением одного математика-эколога, который с помощью своей математической модели доказывал, что без болота ландшафт невозможен. Этому я, в общем-то, удивился, потому что для меня всегда болото – это комары, это какая-то там непонятная зараза, какие-то непонятные газы из болота выходят, и вообще это все напоминает Беринди и высказки. А он доказывал, что без болот невозможно нормальное функционирование ландшафта. Сейчас я это понимаю и его мнение поддерживаю. Действительно, если в болоте собирается вода, то, протекая через болото, через болотную растительность, эта вода очищается. И это явление, очистка воды, повсеместно используется, особенно в странах тропического, жаркого климата. Вот пример одного из сайтов, адрес указан здесь, искусственного создания таких болот в засушенных регионах, в Иордании, в Амане и в Объединенных Эмиратах. Посмотрите, это искусственно созданные болота. Сюда поступают загрязненные воды, и вот эта вот растительность очищает эту воду, задерживая ее, потребляя некоторые вещества, а уже остатки загрязненных вод, очистные воды, сбрасываются дальше, в море или в какую-то другую водоприемную территорию. Вот вы видите Осоковое болото и очистительная станция, основанная на болотном принципе. В Амане есть такой султанат на территории пустынных районов, и, естественно, большое количество сточных вод очищаться. Простым образом там не может для этого построены специальные болотные очистительные станции. Вот вы видите эти болотные очистительные станции со специфической растительностью. Начало засева, начало работы этой станции в процессе проектирования и уже станции в процессе работы, где часть уже воды сбрасывается уже в Аманский залив, в Персидский залив, в Амманскую территорию Персидского залива. Но в большинстве случаев это уже чистая вода в отличие от той, как говорят, грей-вода, серой воды, то есть загрязненной воды от различного рода стоков. Итак, использование болотных цинозов для очистки вод это одно из важных милиаративных мероприятий, повсеместно используемых в данное время в засушливых районах, в пустынных районах, где очистить эти воды, сточные воды, грей-вода, другим способом просто невозможно, либо очень дорого. Но не менее важно и другой способ милиарации, связанный с био-милиарацией, это лесомилиарация. Мы начинаем наш раздел связанный с лесомилиарацией. Итак, термин лесомилиарация. Выращивание лесных полос на территории засушливых районов прежде всего нашей страны и начну я с того момента, что в свое время основатель нашей науки Василий Васильевич Докучаев организует особую экспедицию. экспедиция это особая экспедиция была направлена в засушливые районы, потому что вот в эти годы практически беспрерывно в конце 19 века Россию и степные районы прежде всего поражала засуха. А засуха, как вы понимаете, это не урожай, это голод, это в конечном итоге гибель людей, поэтому перед Докучаевым была поставлена конкретная задача борьбы с засухой, чтобы не допустить катастрофических засух, поражающих территорию нашей Родины. И Василий Васильевич Докучаев работая в Воронежской области, работая в других степных районах, он пришел к тому мнению, что для оценки гидрологического состояния, для возможного прогноза и борьбы с засухой нужно оценить ландшафт в целом и прежде всего сохранить ту воду, которая либо с с осадками, либо с твердыми осадками снегом, либо с грунтовыми водой приходит на данную территорию. А как ее сохранить воду на водоразделе? Нужно строить пруды, нужно задерживать всякого рода стоки, прежде всего с помощью лесополос. Так было положено начало лесомелиорации. Так было положено начало лесным насаждением лесополосам. И в послевоенное время был утвержден в нашей стране план преобразования природы, то есть план строительства лесополос. Но в связи с чем он возник? Он опять-таки возник в связи с засухами, с суховеями. Вот с территории Средней Азии, Ирана, видите, стрелками показаны суховеи, которые поистине атакуют степную южную территорию нашей страны, атакуют и не позволяют получать нормальные урожаи зерновых и других культур. Нужно было оградить территорию вот этой всей зерновой части нашей Родины, прежде всего, пред Кавказья, Поволжья и пред Уралья от этих суховеев, чтобы преградить этим суховеям путь на основные зерносеющие районы нашей Родины. Так был предложен и разработан план, который получил название Сталинского плана преобразования природы. Прежде всего, этот план включал строительство лесополос, причем лесополос, так как и завещал Докучаев, прежде всего, на водораздельном пространстве лесополос, которые будут сохранять твердые и жидкие стоки водораздельного пространства. И второе, лесополосы, часть лесополос были построены в долинах крупных рек Дона, Волги, для того, чтобы сдержать паводковые воды, сдержать береговые размывы в случае паводков. Итак, сталинский план преобразования природы, это, прежде всего, лесомиллиоративное мероприятие по строительству лесополос, и лесополосы были построены, они, ну, не все, но большая часть их живет и растет до сих пор, учитывая то, что это строительство лесополос началось в 50-е годы, послевоенные годы, строились они, конечно, вручную, просто вот люди с лопатами это строили без особой техники, сажались лесополосы многорядные или другого типа, но эти лесополосы, взгляните на эту карту, видите, расположены практически предохраняя от суховеев нашу территорию, вот река Урал, уральские лесополосы, тянущиеся и предохраняющие предуралья от суховеев, вдоль Волги лесополосы в предгорьях Кавказа на Кубане. Если посмотреть на эти схемы, вы видите, как были расположены основные лесополосы, доходящие до Курской области и даже частично в Тульскую область. Видите, вот Каспий и лесополосы вдоль Урала и в пространстве, в водораздельном пространстве между Уралом и Волгой. И здесь лесополосы, которые сохранились до сих пор, предохраняют территорию предкавказья от суховеев. И был довольно четко и повсеместно соблюден Докучаевский завет. Водоохранные меры в верховьях крупных и несудоходных рек он был исполнен. В народе этот план получил название Сталинский план преобразования природы или лесостены, то есть стены из леса, предохраняющие наши земли, основные зерносиющие районы от суховеев, от регулярно повторяющихся засух. Что же это были за лесополосы? Как их можно разделить, как их можно идентифицировать по виду лесополос? Итак, лесополосы выполняют много функций. Прежде всего это снижение ветровой нагрузки, борьба с суховеями, пыльными бурями и так далее. Если вы заглянете в интернет, набрав пыльные буря, суховеи, перед вами выпадут катастрофически страшные картины, когда не видно солнца, не видно никакого света, из-за того, что этими сухими ветрами поднят целый слой плодородной земли. Поднят и перенесен на какое-то другое место. То есть мы теряли за счет суховеев, за счет пыльных бурь огромные пространства плодородной земли. С этим нужно было бороться и боролись с помощью лесополос. Второе значение лесополос снижения испаряемости с полей нужно было убрать ту составляющую водного баланса, которая приводит к непродуктивной расходу влаги. Это простое физическое испарение. За счет лесополос это снижалось. Накопление и распределение снега. Конечно, лесополосы задерживают большое количество снега, формируют так называемые снеговые накопления, снеговые сугробы около своего пространства, около своего расположения. Это очень большая роль лесополос в водоохранном земледелии. И в общей сумме годовых осадков снег занимает почти достигая половина всех осадков, которые падают на поверхность почвы. И эти осадки должны сохраняться, должны оберегаться и накапливать, потому что эти осадки, зимние осадки, являются основным источником воды в сухостепной и степной зонах. И здесь еще два пункта, показывающие, что лесополосы повышают относительно влажность воздуха, то есть снижают суховейная деятельность непосредственно сухой ветер, который сжигает, буквально сжигает растения, культурные растения, растущие на полях. Ведь что происходит, когда суховей внедряется на поле? Вы же знаете, и мы с вами об этом говорили, что у растений есть свой аппарат, устичный аппарат регулирования транспирации. Когда растение испытывает недостаток влаги, устичный аппарат прикрывается, клеточки смыкаются и предохраняет растение от быстрой потери влаги. А если дует суховей с чрезвычайно низкой влажностью воздуха, горячий воздух, то устичный аппарат не успевает сработать и растения даже при достатке почвенной влаги начинают испытывать засуху и нередко гибнут. Поэтому очень важна относительная влажность воздуха и ее поддержание на довольно высоких величинах и лесополосы как раз осуществляют и эту функцию. Идем это мы говорили о меморативном значении лесополос, об изменении микроклимата, об увеличении влагозапасов за счет снегозадержания, ну и, конечно, изменения самих свойств почвы и почвенной биоты, которые уже по-другому функционируют под лесополосными пространствами. Если говорить о эффекте, который оказывает лесополоса, мы как раз с вами только что перечислили эти эффекты как снегозадержание, повышение влажности воздуха, снижение скоростей ветра, то все эти положительные миллиардивные эффекты достигаются в том случае, когда применяют не просто отдельные лесополосы, а систему лесополос, и продольных лесополос, и поперечных лесополос. вот мы здесь на этом слайде, это район Кубани, предкавказья, видим, что есть как продольные лесополосы, вот так вот расположенные, так и поперечные лесополосы, и каждая из этих типов лесополос имеет свои культуры, свои возрастные категории, свою высоту и ширину, вот вы видите, ширина поперечных лесополос, иная, чем продольных лесополос. Для того, чтобы их определенным образом конструктивно располагать с наибольшим мелиоративным эффектом, нужно знать особенности строения и функционирования лесополос. Они должны формировать законченную сеть взаимосвязанную сеть лесополос. Хорошо, если вы запомните вот эти цифры, что на серых лесных почвах и черноземах, опозорных и высшедших лесополосы, деревья, достигают высоты 20-22 метров, а на черноземах обыкновенных типично 16-18, а на южных черноземах ниже 12-14 метров. Расстояние между лесополосами может быть и 600 метров, это на северной части, до 400 метров на южных черноземах и даже до 250 метров на светло-каштановых почвах. Это расстояние между отдельными лесополосами. Существует формула, формула расчета для продольных лесных полос. Продольные лесополосы считаются основными лесополосами, выдерживающими ветровую нагрузку. Расстояние между отдельными полосами прямо пропорционально высоте в метрах и зоне эффективного влияния лесополосы на элементы микроклимата. Для каждой лесополосы, для каждой ее конструкции это есть величина табличная. И так вполне понятно, что расстояние между лесополосами пропорционально высоте составляющих деревьев. вот пожалуйста вам график влияния лесополос на скорость ветра. Вот это лесополоса, защитная лесополоса. Наветренная сторона, это ветер отсюда дует, создавая перед лесополосой определенное пространство затихания, но основное снижение ветровой нагрузки происходит за лесополосой. Смотрите, какие минимумы достигаются на расстоянии 5-10 метров от лесополосы. Причем существенное значение здесь имеет не только лесополосы с их характеристиками, но и их конструкция. Вы видите, что, например, плотные лесополосы, вот, кривая, они снижают довольно заметно, довольно заметно снижают скорость ветра за своей территорией лесополосы. однако и ажурные лесополосы и продуваемые лесополосы 2-3 также снижают эффективно снижают скорость ветра за своими пределами. Давайте поясним, что такое ажурные плотные продуваемые лесополосы. Это различные конструкции. Вот, как вы видите, конструкция продуваемой лесополосы. Если листовая поверхность деревьев, то есть их кроны практически формируют непродуваемую часть, однако нижняя часть, вот здесь вот видите, она является продуваемой, и часть ветра по нижней части может продувать эту лесополосу, но в целом для ветровой нагрузки продуваемые лесополосы дают возможность снизить, существенно снизить и ветровую нагрузку, и накопить значительное количество снежных осадков. Ажурно продуваемые лесополосы, видите, эта часть, нижняя часть лесополосы продуваемая, также и листовая часть деревьев тоже представляет собой некий ажурный каркас, который тоже может частично продуваться. Основная функция этих лесополос снизить скорость ветра, не просто сделать стену преграждающую ветру, а снизить скорость ветра. Если мы снизим скорость ветра, то наши снежинки за счет своей тяжести при понижении скорости ветра будут, конечно, падать, и здесь будет формироваться слой снега, слой снегозадержания. А вот конструкции другие, лесополос, ну, вот такие лесополосы плотной конструкции сохранились сейчас в Курской области, частично в Воронежской области. Понятно, что эти лесополосы требуют, во-первых, для своего роста, для эффективного начала жизнедеятельности, требуют дополнительного количества воды, и они сами себя должны снабжать. Вот плотные лесополосы, как правило, расположены ближе к северной части степных районов, там, где расположены у нас черноземы выщелочные, оподзоленные, частично типичные черноземы. А вот лесополоса схематично, ажурные конструкции, когда, вот видите, лесополоса в своей центральной части продуваема, но заметно снижает скорость ветра. Скорость ветра заметно снижена, и за счет этого все частицы, которые переносятся этой ветровой нагрузкой, этим ветровым потоком, оседают здесь, и формируются сугробы, формируются защитные защитные сооружения в виде дополнительного кустарника, вот он здесь виден, он пророс, дополнительных травяных покровов. Ну, о лесополосах можно говорить долго и много, тем более ботанический состав лесополос довольно разнообразный, конечно, они, эти лесополосы учитывают прежде всего те метеоусловия, в которых они работают, в которых они посажены, но а также учитывают необходимость создания этих лесополос в том или ином районе, а это определяется, конечно, ростом, быстротой воздействия лесополос на окружающее пространство, поэтому лесомиллиораторы выбирают и те породы, которые различаются по скорости роста. В нашей стране есть большой институт, расположенный в Волгограде, институт лесомиллиорации, который до сих пор работает в направлении лесомиллиорации, возобновления и посадки новых лесополос на территории России. Значит, мы говорили про функцию увеличения влагозапасов, увеличения влажности на полях. Дело в том, что лесополосы, благодаря тому, что задерживают большое количество снега, конечно, образуют и стокорегулирующую функцию. Вполне понятно, что за счет опада, за счет формирования листовой подстилки в лесополосах снижается плотность почвы, а значит, увеличивается прежде всего инфильтрационная способность почвы. То есть, накапливая снег, в период снеготаяния лесополосы формируют такие условия, что практически весь снег впитывается в почву. Практически нету стока, поверхностного стока в районах, где расположены лесополосы, которые сдерживают и осуществляют стокообразующую функцию, сдерживают сток. А ведь это лесополосы, как вы понимаете, и черноземные области, где чрезвычайно распространены овраги, чрезвычайно распространена овражно-балочная сеть. Вы же понимаете, что именно в черноземной зоне, на лесах, на породах, которые формируют вертикальные стенки, стоит только образоваться водотоку, как этот водоток быстро превращается в овраг, с вертикальными стенками, лесообразующими стенками. Это уже опасное явление в виде оврага образования. И здесь лесополосы, конечно, пожалуй, являются основным мегативным мероприятием для предотвращения стоков, активных стоков, и задержания поверхностного стока в весенний период снеготаяния. Наибольшие запасы влаги, как здесь указано, формируются в системе продуваемых и ажурно продуваемых лесополос. Этот момент, пожалуйста, запишите. То есть, не в плотных лесополосах формируются основные запасы влаги, а основные запасы влаги формируются за счет системы продуваемых и ажурно продуваемых лесополос. И эти лесополосы, как я уже говорил, они не просто действуют как лесополосы, перехватывающие твердые осадки, снег и другие, а как прежде всего лесополосы, снижающие скорость ветра. Скорость ветра снижается и осуществляется снегопадение, накапливаются сугробы, которые во время снеготаяния впитываются и питают не только саму лесополосу, но и окружающее пространство, окружающее сельскохозяйственные поля. Вот посмотрите, как расположены графики как осуществляется снегозадержание на полях аж по оси ординат в сантиметрах это высота снежного покрова. Здесь, конечно, высота снежного покрова наиболее высокая в плотных лесополосах, но это в самой лесополосе, лесополосе, то есть вот это до трех метров высота снежного покрова, этот снег в виде сугроба впитывается, но впитывается в основном в самой лесополосе. Конечно, это благоприятное явление с двух точек зрения. Прежде всего, то, что лесополоса, лесные породы снабжаются водой, причем самоснабжаются водой, сами задержали твердый сток, сами его сохранили. Ну и, конечно, та самая стокопредохранительная, стокоформирующая функция лесополосы. Но все-таки наибольшее влияние на окружающее пространство, здесь вот расстояние от лесополосы, посмотрите, оказывают ажурные и продуваемые лесополосы. То, о чем я вам и говорил. Ажурные и продуваемые лесополосы снижают скорость ветра, снижают ее до таких величин, что снег выпадает уже, вы видите, за счет пониженной скорости выпадает непосредственно на полях сельскохозяйственных, формирует дополнительные запасы снега, значит, говоря, влаги на самих сельскохозяйственных полях. Это одна из важнейших функций лесополос как водосохранителей на сельскохозяйственных полях. Одна из функций, при этом, как мы видим из этого графика, лучшим образом эту функцию осуществляют ажурные и продуваемые конструкции лесополос. именно эти конструкции позволяют сохранить и задержать снежные выпадения на сельскохозяйственных полях. Так вот, водорегулирующая роль определяется по формуле, где L – это расстояние между проектированными водорегулирующими полосами. B, величина B вот этого коэффициента, это ширина лесной полосы. Она входит сюда в виде коэффициента. В скобочках разность между слоем воды, поступающей в лесную полосу, и H – это влагозапасы в снеге лесной полосы. Видите, эта величина относительно, так как считается, относительно слоя стокосталых вод с полей данной обеспеченности осадков. Итак, расстояние между проектированными водорегулирующими лесополосами определяется шириной лесной полосы и вот этой разницей во влагозапасах. Влагозапасов в снеге лесной полосы и поступающей в лесную полосу слоя воды. Вот эти влагозапасы и вот этот коэффициент в виде ширины лесной полосы и определяет расстояние между лесополосами, определяет водосохраняющую функцию лесополос в производстве сельскохозяйственной продукции, водоснабжение полей между лесополосами. Конечно, мы с вами уже говорили, существуют определенные госты, которые указывают на то, какие породы, какие культуры следует употреблять, размещать на единице площади. Эти культуры определяют и снегозадержание, и водорегулирующую функцию лесополос, но и определяют многие агротехнические мероприятия. Эти, конечно, типы культур разнятся по зонам, это мы прекрасно знаем, зональный тип формирования почв, растительности, что взаимосвязано, относятся и к лесополосам, к типам условий места обитания. Лесополосы не обязательно бывают на равнинном пространстве. Очень часто лесополосы выращивают в зависимости от рельефа по, например, истокам оврагов. Начинает овраг образовываться для того, чтобы переходить сток оврагообразующей, образующего водотока на начальное оврагообразование устраивает лесополосы. Так вот, эти условия места обитания лесополос, лесных культур заметно, конечно, отличаются от водораздельных культур. Эти условия определяют и состав растительности, так как они определяют и состав и деятельность корневых систем, и многие другие функции лесополос, которые от них требуют рациональная природа пользования. Все это определяется и типом леса, и лесообразующими древесными культурами. Как правило, в лесополосы еще осуществляет и ряд других функций. Это знакомые вам, безусловно, вы видели лесополосы, которые так называемые эксплуатационные лесополосы. Мы с вами только что говорили о водосохраняющих лесополосах, о лесополосах снегозадерживающих, снижающих скорость ветра и вызывающих выпадение снега. А это лесополосы эксплуатационные. Лесополосы, которые расположены около шоссейных трасс, около железных дорог, и эти лесополосы могут быть созданы из одной или, как принято говорить, главной культуры, которая доминирует в составе этих эксплуатационных лесополос. Ну вот, например, стопроцентная еловая лесополоса, она, конечно, ель же, вы знаете, она расположена в гумидной зоне, в зоне прохладного климата, там, где коэффициент увлажнение близок к единице, и основную часть в этом случае лесополос эксплуатационных составляют еловые насаждения. А вот лесонасаждения, где есть и высокие деревья, есть и такой кустарниковый ярус, который наиболее эффективно перехватывает стоки, он составляет плотную часть лесополосы, этот кустарниковый ярус, состоящий из, в основном, лещины и других кустарниковых пород. Конечно, эксплуатационные лесополосы широко распространены при магистральных каналах, не только около шоссейных и железных дорог. Вот вам канал, канал магистральный, дорога около канала, и, конечно, около канала обязательно в большинстве случаев формируют лесополосы. Это лесополосы около сбросных каналов, а это лесополосы около внутрихозяйственного распределителя, то есть лесополосы обязательно сопровождают внутрихозяйственные распределители, сопровождают канальные гидротехнические сооружения. А вот лесополосы, опять-таки, эксплуатационные лесополосы на около крупных магистральных каналов, расположенных около велодороги. Важное значение здесь, конечно, имеет устройство этих лесополос, так как лесополосы обязательно сопровождаются придорожным строителем и так называемым строительством ремонтной бермы. Слово новое для нас. Ремонтная берма. Берма – это действительно гидротехническое сооружение. Это слегка наклоненная вот вот она берма, слегка наклоненная вот такая вот насыпь, которая делается для того, чтобы предотвратить увлажнение вот этой части приканальной и если эта приканальная часть была бы увлажнена без устройства бермы, она могла бы образовывать те самые сходы, те самые сдвиги и всякие механические нарушения, которые безусловно приводили бы к нарушению всего вот этого устройства. Берма – наклонная полоса на откосе, которая предотвращает всякие оползневые явления. Берма сопровождает устройства лесополос и предотвращает все сдвиговые оползневые явления при канальной части, при дорожном строительстве. На этом на сегодня все. Я вас благодарю за внимание, и мы запомним новые термины и новые условия формирования водозащитных мероприятий с помощью лесом миллиардации, с помощью лесных полос, которые распространены на территории России чрезвычайно широко. Спасибо. Спасибо.